Дорогие друзья, прошу вас, встречайте Александра Валинина! Они меня предупреждали публично, на всю страну, в эфире, что два года молчания кончится тем, что меня все забудут, меня все разбудут, никто не будет приходить на встречи со мной, никто не будет интересоваться моими книгами. Как хорошо, что они не угадали. Ну, конечно, я боюсь, как всегда. А зря? Во-первых, потому что на два года я отвыкла от встречи с читателями, и тренировка, которая у меня была, она вся растаяла, и я волнуюсь и боюсь, так, как будто я вообще первый раз прихожу в книжный магазин. Во-вторых, я, конечно, боюсь, потому что книга, она получилась очень большая. То, что продается сегодня, это только первый том, второй том выйдет где-то через полтора месяца, то есть он уже написан, он уже с данного издательства. А третий том я сейчас еще только пишу. Это очень длинная история, которая начинается в 1957 году. Я испытываю к этому году особую нежность, потому что я в нем родилась. И заканчивается в наши дни. Ну, пусть, примерно, когда я закончу ее писать, правда, с осенью, вот тогда она и закончится. История длинная, поэтому в трех томах. Это опять семейная сага. То есть, если кто ждет детектив, то я сразу предупреждаю. Вы будете разочарованы, лучше не покупайте. Семейная сага немножечко необычно для меня, ракурс и пробанная. Не упрекайте меня, пожалуйста. И не думайте, что я ударилась в фантастику или в фэнтези. Абсолютно нет. Просто я придумала таких мифологических персонажей. Ворона, камня, ветра и змея. Которые вечные. Которые имеют возможность наблюдать за течением жизни на Земле в любом месте и в любое время. И которые, поскольку им скучно, они же вечные. Они распрекаются тем, что они выбирают в каком-нибудь времени, в каком-нибудь стране, в каком-нибудь человеке. И начинают отслеживать его жизнь с детства и до смерти. Это у них называется смотреть сериал. Вот они смотрят сериал про жизнь моих героев. Поэтому повествование все время прерывается их обсуждением. Они обсуждают, что, собственно говоря, происходит с моими героями. Пусть вас это не пугает, повторяю, это не научная фантастика. Это самое обычное семейное, домашнее такое вот чтение. Просто вместо авторской позиции, там нет авторской позиции, моей личной, никакой. Есть вот эти четыре персонажа, которые обсуждают то, что происходит с героями. Вот я, наверное, у ведущего отобрала весь хлеб. Намного лучше рассказали, я бы, конечно, так никогда. Валерий Анатольевич, мы вас так рады видеть, поэтому, пожалуйста, вы ничего не бойтесь. Давайте поддержим нашему автору аплодисменты. Мы вас все остались, так же, так же. Спасибо большое. Друзья, я предлагаю недолго вопросы-ответы. Пожалуйста, проявляйте активность, поднимайте руку, потом начнем автограф-сессию. Потому что, видите, какая очередь уже выстроилась. Все жаждут получить автограф на новой книге. Секундочку, накапночку, Антон. Я, Марина Анатольевна, я большая и давняя поклонница ваша. Читала все ваши книги, перечитывала. Среднецок про камень. Они все были видны. Я эту уже почитала, пришла со свадьбой. Боже, ой, правда. Ну, потому что я их, верно, дождалась. И, в общем, как-то вывзяла. Северный, мне очень понравилось, конечно, что продолжение. И то, что вы написали про... Были два персонажа, чудесные, отверганный камень в горы. Спасибо вам. И, в общем, они помогают, да. Ну, в общем, очень нравится. Вот, но я сейчас как-то немножко по-другому спросить. Вот у вас герой есть, был такой низкий роман, Игорь Дорошин. Это полностью, наверное, выдуманный, да? Неужели это традиционный релиз? Вы знаете, он, с одной стороны, и выдуманный, но, с другой стороны, в нем есть и реальные черты. Например, в тот момент, когда я писала про Игоря Дорошина, в Москве был действительно участковый, который сам писал песни, исполнял их под гитару, записывал диски. То есть, понятия не имею, я просто знаю, что он был. С другой стороны, я точно знаю, что есть сотрудники милиции, выходцы из очень обеспеченных, абсолютно не милицейских семей. Есть такие. Их немного. Конечно, они как белые вороны, но они есть. Каким-то своим личным соображением. Может быть, из амбиций юношеских, может быть, из духа протеста против родителей, может быть, из романтических каких-то устремлений, может быть, из дружбы или любви. Они пошли работать в милицию и работают, а потом совершенно не жалеют. При этом пользуются родительскими деньгами, позволяют себе дорогие машины, дорогую одежду. А когда родители начинают говорить, ты позоришь нас, мы там такие известные, художник народный известный, ну, ничего не знаю, я свою работу люблю выходить. Такие тоже есть. Их действительно очень мало, но это не то, что на зеленой тарелочке прилетели инопланетяне. Бывают. И скажите, пожалуйста, вот танковчик вам понравился. У меня у самой кот, я люблю животных. Вы у вас, когда вы про него пишете, там так чудесно написано про его коты. Вы сами, у вас тоже есть на романе? Да, я сумасшедшая кошельница. Да, у меня две штуки этих кашаков. Мальчик тоже, да? Мальчик и девочка. Они не раз. Нет, 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 они стерильные. Ну, потому что девочку мы сначала взяли, естественно, мы ее стерилизовали, потому что мы не собирались заниматься разведением, а потом через пять лет еще и завекали. Ну, и чтобы он не грустил, что ему со стерильной девочкой делать? Да уже пришлось его тоже почистить, чтобы у него не было никаких глупых мыслей в голове. Ну, я их обожаю, я... Они порой листые, да. Она персидская, а он американский экзот. Это вот как у Игоря Дорошина, вот и у нее три экзота. Вот они списаны с моего хозяйки. А это плохой сетей вашего? Все глупы. Чурой экзот. Ну, прелесть, да? Скажите, у вас нет проблемы, я прошу прощения, у присутствующих, ну, это жизнь туалета с ним. Нет? Странно. У меня почему-то есть. У меня почему-то есть. Горшки чистят, ну, эти писаем мы строго в горшок, а все остальное мы делаем строго на плитке в центре кухни. Мы там оборудовали себе туалет. Мы даже когда на дачу в первое время выезжали, он нам следовал, намекал себе эту паучинку, а что-то не так отходил здесь. Я же ему с ним говорила, ну что ты делаешь, ты мать триста. Столько земли кругом, да? А ты стрелаешь, да? Александр Анатольевич, пожалуйста, два вопроса есть. Первый такой, у вас второй роман подряд прострадивает образ одного из данных героев нерешительный следователь по жизни. Это с чем-то как-то связано? Таких много действительно или что-то другого рода? Первый вопрос. А вы что, уже успели прочитать? Где-то есть. Он не нерешительный, Радислав, следователь. Он плохой свой. Вот у него душа к этой работе не лежит, он ее не любит, он делает ее спустя рукавами. А он пошел и сделаешь из кого-то этого самого романтизма. Быть, как Николай Дмитриевич, быть таким же героическим. Он подумал, что быть следователем это сплошной героизм. Пришел и увидел, что это кошмарная бумажная работа, на которой спор вообще составится, как и не увидит белого света. Следовательная работа, она вообще очень тяжелая. А следственная работа по хозяйственным делам это полный караул. Романтизма ноль. Ни тебе засад, ни тебе выстрелов. Ну, в принципе, всем эти вообще оперативники занимаются. Следователи и не должны посадить. Но он-то рисовал себе такой вот образ, как в кино. Паша взяла, пишите, сказал преступник, попросил стакан воды. Ну, ничего этого у меня было. Все было очень обыденно, все было очень скучно, очень много бумаги, очень много бухгалтерской отчетности, в которой надо ковыряться. И он на этой работе соскучился, стал делать ее плохо. Он мне прирожденный следователь. Когда он перешел в штаб в МВД, вот там его. Там бунтировки, там он главный, там он проверяющий от него. Он умеет организовать работу людей, но там все живое. Там общение, там банки, там девочки, там все отлично. И второй вопрос такой же более профессиональный. Я по профессии компьютерщик, и вот в вашем нормале описано огромное количество бумаг, аналитической информации, в которой в этой работе. С того времени что-то изменилось, как это автоматизировалось там? Понятия не имели, я там уже оделась в какие-то работы. Но в тот момент, когда я выходила в отстатку, компьютеры еще только-только начинались у следователей.